Депутаты от Демпартии, которые не присутствовали на вчерашней встрече с депутатами-социалистами и президентом Игорем Дадоном, не исключают, что во время тайной дискуссии был заложен фундамент переговоров о создании коалиции между новым руководством ДПМ и партией-социалистов. Парламентарии рассказали нам, что были удивлены, узнав о встрече из СМИ и выразили сожаление, что эта беседа прошла только на уровне председателей и вице-председателей политформирований. Теперь демократы ждут объяснений от лидера ДПМ Павла Филиппа. Законодатели других фракций считают, что Игорь Дадон пытается взять под контроль Демпартию. Нам не удалось получить комментарии из аппарата президента по этому поводу, так как пресс-секретарь главы государства Кармена Стерпу не ответила на наши звонки. Мы были удивлены, узнав об этой встрече. Руководство не сообщило нам. Я узнал об этом из прессы. Мы были поражены и думали, что ради справедливости должна быть прозрачность, чтобы сообщать партии о таких действиях. Мы ждем ответов от руководства, что они обсуждали и какие у них планы. Как вы думаете, были ли разговоры о формировании коалиции ДПМ ПСРМ? Я уже ничего не исключаю. Возможно, основа для некоторых дискуссий на эту тему была заложена. Я думаю, что все возможно. Мы должны задавать эти вопросы тем, кто организовал и посетил эту встречу. А я не знаю, что вам сказать. Додон форсирует события и пытается получить полный контроль над ДПМ. Как вы думаете, возможно ли создание коалиции ПСРМ-ДПМ? Видимо, по крайней мере, как мы видим, процессы идут к этому. Но я не верю, что в нынешней ситуации это может быть равная коалиция. В этом союзе ДПМ будет играть второстепенную роль. Подчиняться президенту. Конечно, они будут подчиняться не социалистам, а непосредственно президенту. Они делают все тайно, потому что скоро пройдут президентские выборы. Игорь Николаевич очень хорошо знает, что если альянс будет создан в открытую, люди поймут, в какие игры они играли раньше, в прошлом законодательном органе, и тем более, чем они занимаются в настоящее время. В продолжение темы. Демократическая партия Молдовы недавно опубликовала заявление для прессы, где говорится о том, что в настоящее время ДПМ не обсуждает ни с кем создание коалиции. Демпартия отвергает появившиеся в публичном пространстве спекуляции относительно переговоров о возможном альянсе ДПМ-ПСРМ. Политформирование отмечает, что такие решения принимаются только в рамках Национального политического совета партии, демократическим и транспарентным путями. Парламентская фракция Демократической партии должна поддержать в этом недоверие министру иностранных дел Аурелию Чукой. Такое мнение высказал депутат ДПМ Андриан Канду на своей странице в социальной сети. По словам парламентария, глава МИДЭИ должен заниматься внешней политикой, а не интерпретацией истории. Экс-спикер парламента утверждает, что руководство внешнеполитического ведомства необходимо подать в отставку до того, как в этом недоверие обсудят на заседании законодательного органа. В этом недоверие Аурелию Чукой инициировали депутаты фракции ПДС и ПБТП после скандальных заявлений о событиях 1992 года. Тогда министр отметил, что Российская Федерация вмешалась в войну на Днестре, чтобы остановить кровопролитие, поэтому ее нельзя рассматривать как государство-агрессора. Заявления руководителя МИДЭИ раскритиковали организации ветеранов и несколько экспертов. В защиту Чукой выступили президент страны Игорь Дадон и премьер Ион Кику, отметив, что слова дипломата неверно истолковали. Сумма в полмиллиарда, которая со временем превратилась в 200 миллионов. Речь о российском кредите, которым перед жителями Молдовы хвастал глава государства. Деньги должны быть вложены в ремонт дорог. Президент надеется, что уже к весне часть средств поступит в республику. За более подробной информацией мы обратились в правительство и Министерство финансов. Однако выяснилось, что ни те, ни другие не могут предоставить информацию о кредите. В ноябре прошлого года, после одного из визитов в Российскую Федерацию, президент Игорь Дадон похвастал тем, что Москва готова предоставить Молдове кредит в полмиллиарда долларов на ремонт дорог. Принято принципиальное решение об открытии кредитной линии в размере около полумиллиарда долларов для инфраструктурных проектов в республике Молдова. Первый транш будет 300 миллионов долларов на следующий год. Спустя всего месяц сумма кредита уменьшилась на 200 миллионов. Это кредит в размере 300 миллионов долларов, который правительство республики Молдова запросило для реализации крупных инфраструктурных проектов, начиная со следующего года. Кредит от России каждый раз становился все меньше. Уже в этом месяце глава государства говорил о 200 миллионах долларов. Мы просили кредит в размере около 300-500 миллионов долларов. Нам не нужно так много каждый год. Я думаю, что первый взнос может составить 200 миллионов долларов. Мы надеемся, что эти деньги поступят в республику Молдова в феврале-начале марта. Однако переговоры, на которые ссылается Игорь Дадон, держатся в секрете. О новом кредите неизвестно никаких подробностей. И даже представители правительства не знают о нем многого. В этом мы убедились, связавшись с советником премьер-министра Виталием Драганчо, который не смог нам дать точную информацию. Очевидно, что переговоры ведутся с Министерством финансов Российской Федерации, потому что оно управляет государственным бюджетом Российской Федерации и государственными деньгами. Условия – это кредит, выделенный на 10 лет. Процент, насколько я понимаю, будет примерно на том же уровне, что и проценты по кредитам, предоставленным другими международными учреждениями, такими как БЕРД и ЭБЕЙ. Виталий Драганчо также отметил, что неизвестно, сколько километров дорог должно быть отремонтировано и какую сумму Молдова должна вернуть России. В то же время советник премьер-министра говорит, что в случае необходимости в республику поступят финансовые средства. Мы также связались с Министерством экономики и инфраструктуры, представитель которого сообщил, что ответит на наши вопросы в течение дня. Президент Игорь Дадон фактически захватил страну, подчинив себе все государственные институты. Об этом заявила вице-председатель политической партии ШОР Марина Таубер в эфире одного из частных телеканалов. Мы попытались связаться с пресс-секретарем президента, чтобы получить комментарии по этому поводу, однако Кармена Стерпу не ответила на наши звонки. Марина Таубер также рассказала и о социальных проектах, разработанных фракцией партии ШОР в парламенте, выразив сожаление по поводу того, что подобные инициативы не были поддержаны на предыдущей сессии, призвав коллег по законодательному органу все же проголосовать за них. Вице-председатель политической партии ШОР и депутат Марина Таубер в эфире частного телеканала отметила, что недовольство людей нынешней властью растет. Думаю, в ближайшее время мы увидим гнев людей. Возможно, люди проснутся одним утром и просто вынесут из президентуры Дадона, который захватил нашу страну, а мы обязательно им в этом поможем. Также Марина Таубер отметила, что представители партии ШОР подвергались давлению и при прошлой власти, когда был арестован Илон ШОР, и при нынешней, когда уголовные дела открыли против депутатов политформирования. Кроме этого, депутат рассказала о законодательных инициативах и проектах партии в парламенте, отметив, что фракция предлагает конкретные решения, которые смогут улучшить жизнь граждан, а не пишет законы ради того, чтобы побить рекорды. Если вы думаете, что мы собираемся регистрировать проекты просто для того, чтобы побить рекорды, как это делают другие фракции, а не для того, чтобы что-то менять, то нет, мы не собираемся этого делать. Где улучшение качества жизни граждан? Когда я говорю о реализации проектов, я говорю о дорогах, материнском капитале, освещении, парке развлечений, архейленд, колхозах. Марина Таубер рассказала, что сожалеет о том, что ни одна законодательная инициатива фракции партии ШОР не была поддержана парламентским большинством и не получила положительного ответа от правительства. Из-за этого инициативы не могут быть реализованы и не могут оказать благоприятного воздействия на жизнь людей. Марина Таубер призвала представителей всех парламентских фракций поддержать социальные инициативы партии ШОР. По ее словам, после голосования станет понятно, для чего многие депутаты пришли в парламент, чтобы представлять интересы избирателей или же писать красивые посты в социальных сетях. Напомним, в начале нынешней парламентской сессии фракция политической партии ШОР объявила о подготовке пакета социально-экономических инициатив, которые депутаты намерены продвигать. Один из первых проектов – стимулирование граждан Молдовы, уехавших за рубеж, к возвращению домой. Проект предусматривает ряд привилегий – освобождение от таможенных пошлин на ввоз личных товаров и автомобилей, льготы по уплате подоходного налога для тех, кто откроет бизнес, льготы при покупке страхового полиса, особенные условия при покупке жилья, единоразовые и ежемесячные пособия и другое. Среди предложений депутатов партии – бесплатные лекарства для пенсионеров и предоставление льгот социальным магазинам. Фракция также запустит серию инициатив, касающихся санкционирования депутатов, которые не выполняют своих предвыборных обещаний, предоставление высших полномочий депутатам, избранным в неформальных избирательных округах. Кроме этого, партия ШОР намерена продолжать продвигать проект по внесению поправок в Конституцию Молдовы для отмены депутатского иммунитета. Полугодовалый ребенок депутата Ангела Агаки умер от сердечно-дыхательной недостаточности и отека легких. Причину смерти установили суд медэксперта из ЯС, пишет румынская пресса. Однако окончательные результаты станут известны только через месяц. Власти румынского города ЯС продолжают расследование причин смерти 6-месячного ребенка, уроженца Республики Молдова. По словам судмедэксперта, в соседней стране ребенок умер от сердечно-дыхательной недостаточности и отека легких. Окончательные результаты будут готовы примерно через месяц. К тому времени специалисты проведут еще ряд необходимых анализов. Румынские правоохранители открыли уголовное дело о непредумышленном убийстве. Мы вновь попытались связаться с депутатом Ангелом Агаки, отцом умершего ребенка. Однако он не ответил на наш звонок. Напомним, ранее парламентарий обратился к СМИ с просьбой не беспокоить его, так как переживает трагедию. Первые результаты расследования говорят о том, что полугодовалый ребенок умер от удушения из-за того, что его мать, уснувшая с ним в одной кровати, предположительно во сне, случайно легла на него. Напомним, трагедия произошла в Ясах, в отеле «Интернешнл», где молдавский депутат вместе с женой и малышом поселился вечером 15 февраля. На следующее утро мать ребенка позвонила в 112 и сообщила, что ребенок умер. Доверие к политической партии ШОР продолжает расти в разных регионах республики. Как следствие, ряды партии активно пополняются. Почти полторы тысячи человек примкнули к политформированию в рамках территориальных конференций, прошедших в минувшие выходные. Партийные мероприятия состоялись в шести районных центрах страны – Ханчештах, Каушанах, Унгенах, Калараше, Теленештах и Штефанводы. Неделю назад членами партии стали еще около тысячи человек в северных районах республики. Более 300 человек вступили в ряды политической партии ШОР в Теленештах. Их поприветствовал лидер политформирования. Поздравляя новых партийцев, Илон ШОР отметил, что на сегодняшний день 43 населенных пункта страны находятся под управлением партии и в каждом идет работа по модернизации инфраструктуры, как и было обещано. Наша программа – это не фикция на бумажке, как у наших оппонентов. Это реальная программа, которую мы уже внедрили в конкретном населенном пункте, а вернее в несколько, которая работает и доказала свою жизнеспособность. Вы стали членами нашей большой, надежной, дружной семьи. Именно так мы называемся. Я вам даю свое мужское слово, что никто из вас никогда не пожалеет о том, что стал членом партии ШОР. Присутствующий на мероприятии депутат парламента от партии ШОР Вадим Фатеску отметил, что доверие к партии у населения республики растет с каждым днем. 300 новых членов партии, которые выказали вводом доверия, которые пришли и решили связать свое будущее, будущее этой страны с партией ШОР, это, безусловно, укрепление рядов партии, это, безусловно, новые возможности для партии, это, безусловно, расширение нашего влияния в стране и для того, чтобы изменить жизнь в этой стране к лучшему. Новые члены партии утверждают, что ничуть не сомневаются в своем выборе, учитывая, какой человек возглавляет политформирование. Конечно, верю. Более того, я желаю, чтобы он стал президентом. И ланшор президент Молдовы. И тогда Молдова засветет, думаю. Я не жалею, что присоединилась к партии Илона ШОРа, потому что я сделала это не для себя, а для будущего моих детей. Чтобы было в стране лучше, чтобы людям лучше жили, чтобы люди жили лучше, чтобы делали дороги, свет, канализации. Если бы наши доблестные политики хотя бы сделали наполовину, что он сделал, мы бы сейчас имели цветущую Молдавию, а не то, что мы имеем. Поздравляя новых членов партии в городе Калараш, вице-председатель политической партии ШОР Марина Таубер отметила, что вся деятельность политформирования направлена на улучшение жизни людей. От нашего председателя Илона Мироновича, от всей партии, от всех наших коллег, конечно же, благодарим тех людей, которые доверяют нам, которые верят нам, которые приходят в нашу большую семью. Для нас это очень важно. Их доверие – это большая ответственность для нас. Сегодня политическая партия ШОР насчитывает уже более 60 тысяч человек по всей стране. Марина Таубер считает, что это далеко не предел, и число сторонников будет только расти. В феврале запланировано около 50 конференций территориальных организаций. На этом дневной выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Увидимся в 21.00 на нашем телеканале. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова